Мы постараемся увидеть, вот ребята, услышали позицию вашего тренера, на самом деле, насколько такой же настрой, как говорил Даня Анатольевич, или может есть что добавить? Настрой у нас всегда самый боевой, хочется выходить играть и доказывать, что мы достойны этих вызовов, рекомендовать себя с лучшей стороны. Хотелось всем пожелать, всем игрокам, которые находятся в сборной, крепкого здоровья, поменьше травм, потому что они иногда выбивают нас из колеи. А так за всех нас мы обещаем, что будем прикладывать все возможное для того, чтобы достичь максимального результата. На какой матч легче настроить или сложнее, наоборот, испанцы хочется сыграть действительно или все-таки славянцы? Да, каждый матч, в принципе, важен. Словения, с точки зрения, может быть, дальнейшей нашей судьбы, и все-таки это первый матч. Первый матч, в принципе, тяжело играть, тем более, как бы мы не знаем сейчас соперника. С теми же испанцами, как и с бразильцами, всегда интересно играть, потому что эти люди, ну, на сегодняшний день самые лучшие в этом виде спорта. И где-то хочется себя проверить на их фоне и увидеть, чего ты стоишь на самом деле. Ваша позиция? Ну, по поводу сборной, вчера приехали, собрались, мне вообще очень понравилось настроение. Не знаю, сюда приезжаешь, как бы, ну, в клубе одно свое, там, в принципе, часто идет рутина, одни и те же люди. А здесь встречаешься, как бы, с людьми, снова новое общение, то есть поднимается настроение постоянно у меня. Ну, и считаю, что хорошее сейчас настроение у команды, и думаю, что все будет в порядке. Но по поводу того, с кем интересно сыграть со Словенией или с Испанией, ну, считаю, все надо идти по порядку. Первый раз со Словенией, поэтому для нас она уже, мы не раз повторялись, что, ну, на данный момент самое важное, в принципе, так и есть первое. Ну, дай бог, поэтому сейчас думаю о сборной Словении. — Геннадий Анатольевич, а вот есть ли вообще варианты того, что сборная Украины может проводить спарринги именно с такими сильнейшими сборными Европы, как Испания? Есть ли у вас, наверное, есть возможность как-нибудь контактировать, действительно приглашать испанцев к нам? Это будет безумный ажиотаж, наверное. — Вы знаете, я вот не говорю об этом часто, но хочу сказать, что все сильнейшие сборные, начиная от чемпионов мира в Бразилии, вот уже на протяжении последних лет, как мы успеем, все время просятся к нам приехать в Украину. — Приехать, сыграть с нашей сборной, им интересно. И вот у меня даже лежат факты этого года, бразильцы, сначала просились на один период, но мы сказали, что не можно, потом на другой. — Готовы приехать, сыграть, им интересно, понимаете? Они приглашают туда, мы стараемся изыскать возможность и поехать, потому что одна-две таких игры дают для игроков столько, что не заменят весь год, что они играют в чемпионате Украины. Поэтому в интересах сборной, в интересах, чтобы она успешно выступала, мы обязательно находим эти матчи. Но, к великому сожалению, никак мы не можем изыскать финансовую возможность, потому что это непростые деньги, потому что едут непростые команды, чемпионы мира, чемпионы Европы. Здесь мы должны большие расходы брать на себя. И вот к сегодняшнему великому сожалению нет такой возможности. Хотя некоторые проговаривают, во всяком случае, в Харькове, когда я сказал, давайте пригласим в ваш прекрасный дворец спорта «Локомотив», он будет забит. Я уверен, билеты разойдутся за полдня, как только откроются кассы для продажи билетов, приедут многократные чемпионы мира. Но сказали, поиграйте, поиграйте в финал чемпионата Европы, сыграйте плей-офф и будем думать. Тем более, что бразильцы готовы приехать к нам в мае. В мае. Когда я сказал, что пока до окончания этих матчей нам не доходят до этого, они говорят, хорошо, мы даем вам дату в мае. Поэтому не исключен вариант, не исключен, что многократные чемпионы мира бразильцы будут у нас в Украине. Конечно, если бы открылись дворцы спорта в Донецке или в Киеве, где можно обместить 7 с лишним тысяч зрителей, конечно, это было бы здорово и сыграть здесь. Но для этого нам необходимо успешно выступить сейчас в чемпионате Европы, успешно это привести медали, выиграть матчи плей-офф. И у меня есть мысли, что с главным руководством страны поговорить на эту тему. Я думаю, что и в преддверии Евро или после Евро с большим удовольствием пойдут на встречу для того, чтобы увидеть у нас в стране и испанцев, и итальянцев, и бразильцев. Потому что я вспоминаю, 4 года назад, когда мы во дворце спорта в Киеве сыграли матч товарищеский со сборной России. Обычный товарищеский матч. Мы думали, что впервые проводим на таком уровне в Киеве. Предлагали обязательно, хоть сделайте по гривне, но билеты для того, чтобы у каждого было свое место. Мы побоялись, что люди не придут. И рекламу развесили по городу в метро. За полтора часа до игры зал был весь забит. Вы представляете, министра спорта Павленко, когда ушел за 45 минут, он мне потом с таким возмущением рассказал, не пустили на игру, а милиции приказали больше не пускать, зал уже закрыт. И министр спорта остался за пределами этой игры. Вот вам простой пример. Какой интерес проявили киевляне к матчу. Зал, этот 7,5 тысяч зрителей был забит до предела. Да, к сожалению, мы проиграли эту игру 1-3. Но люди остались довольны, они аплодисментами провожали команды. И мы увидели, что любят у нас мини-футбол. И если проводить здесь вот такие матчи, я уверен, что все будет аншлаг, и люди останутся довольны. Я мечтаю об этом, поверьте, мечтаю, больше всех хочу. И у нас есть предварительная договоренность с Владимиром Григорьевичем Улашковым, Владимиром Михайловичем Суркисом о том, чтобы провести такие матчи. Вот они сказали, проведите успешно сейчас Европу, выиграйте плюем, и будем думать о том, чтобы показать нашим зрителям лучшие команды мира. Так что ждем этого момента. Кстати, вот вы говорите о том, что если бы площадки были в городе Киеве, сейчас на Евробаске готовятся и есть такие планы о том, что будут какие-нибудь площадки-трансформеры делать в Украине. Насколько это вот в Киеве? Есть ли у вас информация по этому поводу, что действительно будет ли финансироваться именно построение таких вот площадок именно для баскетбольных и для футзалов? Ну, я читал, читал только в прессе о том, что и в Донецке, и в Киеве будут построены новые дворцы спорта, тем более, что требования Международной Федерации баскетбола, что на предварительных этапах, там что-то я не помню, от 5 до 7 тысяч зрителей должны быть дворцы, на второй стадии, где-то четверть финала, полуфинала, не менее 10-12, а уже финал, чтобы была обязательно арена 20 тысяч зрителей. И я уверен, что вот сейчас я вижу, что новые руководители страны, они любят спорт, они все для этого делают, все делают для того, чтобы Евро-12 прошло на высоком уровне, вы видите, построили стадионы, завершается строительство аэропортов, вся необходимая инфраструктура. И я думаю, что проведя Евро-12, оно, уверен, пройдет на высоком уровне, дай бог, чтобы еще наша сборная показала хороший результат. И появятся у нас, наконец-то, дворцы спорта и для баскетбола, и, соответственно, они будут строиться не только для баскетбола, чтобы в нем и гандбол мог играть, соответственно, и мини-футбол, и хоккей в нем могли проводить, матчи хоккеистов, потому что я вижу, большой интерес к хоккею сейчас возник, ну, тем более, что Борис Викторович Колесников сам занялся этим делом. Это очень радует, когда такие люди, значит, вкладывают свою душу, сердце, деньги в развитие спорта какого-то. Поэтому я думаю, что появится тот человек, который также будет любить мини-футбол, и мы в этих дворцах будем принимать лучшие команды, а не исключен варианты чемпионат Европы и мира. Потому что нам давно руководители УЕФА говорили, ну, почему вы не пригласитесь к себе? Я говорю, у нас нет для финальной стадии, нет, нам нужно, чтобы в одном городе было два больших дворца спорта. К великому сожалению, даже Харьков, имея чудесный дворец спорта, дворец спорта-локомотив имени Кирпы, по вместимости не соответствует требованиям УЕФА. Поэтому нам необходимо это строить. Но для отборочных матчей у нас соответствует инфраструктура, и когда мы провели впервые в Украине, вот в Харькове, отборочные матчи, то от УЕФА и от команд уехавших, проигравших, оставивших задачу попасть вдвое, к Атебелье и Венгрии, мы получили положительные отзывы, благодарствия за то, что мы провели на высоком уровне. В этом заслуга, конечно, руководителей локомотива Харьковского, начальника дороги Виктора Николаевича, который Остапчука все делал для того, чтобы было, и вице-губернатора, в то время областной администратор Владимира Николаевича Бабаева, который, кстати, является моим вице-президентом в мини-футболе. Они все сделали, чтобы Харьков всем запомнился. Ну а нам запомнился тремя блестящими победами, выход в финальную стадию чемпионата Европы, куда мы сейчас вот готовимся улетать. Поэтому, дай Бог, чтобы здесь завершить победной точкой, мы говорили, а мы начали в Харькове. Вы говорите о недостатке финансирования, и вот наши болельщики интересуются. Расскажите, пожалуйста, о премировании сборной. Будет ли какая-то дополнительная финансовая мотивация ребятам, дабы выйти в четверть финала и пройти дальше? Обязательно, обязательно. У нас всегда, у нас нет больших денег. Я всегда говорю, есть футбол, есть мини-футбол, слово мини. Поэтому у нас мини. Но в пределах нашего мини ребята всегда остаются довольны, всегда они получают свои ранее говоренные премии. И вот и сейчас у меня буквально на днях состоялся хороший разговор с президентом Федерации футбола Украины Григорием Михайловичем Суркисом, который сказал, я все расскажу ребятам, что они будут иметь. И они будут иметь, у них есть стимул, кроме того, чтобы самим выиграть медаль впервые, проявить себя. Плюс они будут и, значит, поощрены материально. Они никогда без этого не оставались. И дай бог выйдем в финал, Григорий Михайлович приедет, чтобы увидеть своими глазами наш матч. Поэтому у ребят стимул будет со всех сторон. Дай бог, чтобы они были здоровы, чтобы они выполнили то желание, у них осуществилось, которое я вижу есть. И все мы вместе радовались. И спустя пару недель вот так встретились, если мы уже рассказывали о том, как мы всего этого добились. Очень хотелось бы. А удалось ли привлечь каких-то спонсоров, кроме средств Федерации футбола, для нормального финансирования команды? И не секрет, сколько ли удалось привлечь, если удалось? Ну, во всяком случае, сегодня наша сборная не имеет проблем. Вот тот план подготовки, который мы наметили, проведить ряд международных товарищеских матчей, провести ряд сборов, выезд на турнир, мы никаких проблем не имели. Мы вот видите, на прекрасной базе в Конче-Заспе проходим учебно-тренировочный сбор. Там здесь созданы все необходимые условия, прекрасное питание, проживание, чудесный зал. Мы летаем самолетом, все, что необходимо. Значит, ребята одеты, обуты, накормлены. И самое главное, что приезжают с удовольствием, как Денис Овсяников сказал, и это подтвердит, я думаю, Дима Клочко и любой из тех, которые находятся здесь. И все необходимо имеется. Да, не так легко сегодня привлечь спонсора, но, во всяком случае, я встречался дважды с Игорем Валерьевичем Коломойским, который тоже ждет результата. Говорит, да покажи, приедь с медалью, повесь на шею и приди ко мне. И мы с тобой будем говорить. Вот я и почему говорю, ребята, давайте повесим, чтобы я мог с такими людьми говорить, понимаете. Я встречался несколько раз с Ренатом Леонидовичем Ахметовым, но тот говорит, мне пока не до твоего мнения футбола. У меня есть шахтер, надо его поднять на высокий уровень. Но, во всяком случае, человек всегда, когда я бываю в Донецке, если захочу встретиться, он идет на это пожелание, мы беседуем. Я думаю, что будут большие успехи, тот же Ренат Леонидович не останется в стороне. Но, во всяком случае, сегодня нам хватает того внимания, которое нам уделяет Федерация футбола Украины, во главе с Григорем Михайловичем Суркисом. Все остальное зависит от нас. Будем побеждать, будете жить красиво, и вас будет помнить страна, и вам повесят ордена, я уверен. Когда мы впервые выиграли серебряные медали в Москве, и приехали восьми человеком, присвоили звание заслуженного мастера спорта. Это было нелегко сделать. И многие футболисты удивляют, да за что там? А правильно Григорем Михайлович им ответит? А вы выйдете в финал чемпионата Европы? Вы сыграете с испанцами на равных, когда испанцы проигрывали, дрожали, только чудом в конце сравняли, а в дополнительное время, и то за счет нарушения. Забили победный мяч тогда, золотой он оказался. Сыграйте, всем вам присвою. И правильно, вот даже восьмерку, восьмерку сильнейших в Германии в 2006 году, и многие получили заслуженных мастеров спорта, потому что это было большим достижением. А мини-футбольная сборная привезла серебряные медали. Поэтому все зависит от ребят, все зависит.